Всем хай-фай! С вами снова я, Ярослав Самишевский. Вы смотрите музыкальный проект «Народный Махор». Вот уже пятый год мы вместе с вами ищем талантливых исполнителей. Ну а в этом сезоне участие примут лучшие вокалисты предыдущих сезонов. Я счастлив представить вам новую, сведущую, прекрасную, очаровательную, мною любимую, мою супругу Наташеньку Самишевскую. Наташа! Спасибо, Ярослав. Привет! Всем добрый день! На протяжении четырех лет мы ходили в гости к нашим участникам. В этом сезоне участники будут приходить в гости к нам на эту кулинарную студию «Вивачи». Ярослав, я думаю, что у многих возникнет вполне закономерный вопрос. Почему мы встречаемся именно на кухне? Ты решил закончить сольную карьеру и научиться готовить? Нет, конечно, Наташа. Ты умеешь заинтриговать. Как мы уже сказали, что в этом сезоне принимают участие уже состоявшиеся артисты. И мы уже знаем о их вокальном профессионализме. И для того, чтобы лучшим из лучших было интереснее принимать участие в нашем конкурсе, мы решили проверить их кулинарные способности. Ну, а пока мы будем готовить авторские блюда, у нас будет достаточно времени для того, чтобы поинтересоваться о том, чем же живут сейчас наши участники. Да, Наташечка, это все хорошо, но а как же быть с авторскими блюдами? Ведь все же прекрасно знают, что готовлю дома я. И то по самым простым рецептам. Я поняла, зачем ты меня пригласил на это шоу. Ты прав, Ярослав, мы действительно готовить с тобой не умеем, но зато прекрасно готовить умеет наш шеф-повар Давид Данте. Давид, привет. Привет, Давид. Здрасте, всем привет. Наташенька, ну, скажи, пожалуйста, кто будет первым участником? Первой участницей будет твоя бывшая. Как? Кто? Твоя бывшая соведущая – Алена Веденина. Алена Веденина – победительница первого сезона проекта «Народный махор». Соведущая второго сезона. 27 лет. Не замужем. По образованию таможенной служащей. Текущая профессия – управляющая детского развивающего центра. По собственному признанию, после участия в проекте ее стали узнавать на улицах и выражать благодарность, что ей безумно приятно. Алена прекратила работать в ресторанах и сосредоточилась на сольной карьере. Ведет свой канал в Ютубе, участвует в концертах как сборных, так и сольных. Самым запоминающимся путешествием для Алены стала поездка в парижский Диснейленд. Любит читать книги о психологии и медицине. Обожает смотреть триллеры и детективы. В случае выигрыша в пятом сезоне собирается сделать сюрприз для своих близких, которые поддерживают Алену во всех ее начинаниях. Шоу «Народный махор»! Алена, привет! Привет, дорогая! Привет! Привет, Ряслав! Мы так рады тебя видеть. Взаимно. И благодарны тебе за то, что ты согласилась принять участие и стать первой открывателем нашего юбилейного сезона. Спасибо, что пригласили. Ну что ж, пока Давид и Наташа готовят ингредиенты для нашего блюда, мы с Аленой пойдем споем песню. Алена, что будем петь? Я предлагаю спеть о самом дорогом человеке в нашей жизни, о маме. Песня называется? Мама. Мама. Так и называется. Олег Газманов. Поехали. В полночной тишине ты пела песни мне, и улыбалась я тебе во сне. Ночные облака качали на руках, и вдаль несла нас в римени река. Мама. Я без тебя всегда скучаю. Мама. Хожу и поезда встречаю. Мама. Как грустно мне без теплых рук твоих. В тени больших берез, наивных детских слез, когда ругала в шутку и всерьез. Мама. Мама. Вставал и уходил, прощенья не просил, как жаль, что я таким когда-то был. Мама. Вставал и уходил, прощенья не просил, как жаль, и улыбалась. Мама. 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 Как грустно мне без теплых рук твоих. Мама. 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 как бы тоньше, но нам не надо его совсем превратить как бы в макароны. И вот с помощью вот такого аппарата, вот мы ее превращаем в пасту, тесто в пасту, а потом в макароны. Ух ты, как здорово получается, а можно я тоже так попробую? Давайте попробуем. Тесто в пасту, а потом в макароны. Вот это вот тесто макароны, да, тесто макароны. Наташ, переставляем вот эту вот ручечку, хоп, и вставляем ее вот сюда. Наташ, вот сейчас крутите. Ой, какой звук приятный. Ого! Ого! Потрясающе! Смотрите. Теперь ловите, Наташ, вот смотрите, вот так вот ловите, вот держите. По-моему, я тягиваю. Я тогда вот аккуратно, вот так вот, аккуратно вот. А вы, а вы тяните на себя, и выше, 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 выше. Попадем выше, выше. Ярослав, мне нравится. Ярослав, ярослав, смотрите. Перехватывай инициативу. Давай. Сейчас будет тема для вас. Смотрите, вот, вот, вот. А теперь можно вот сюда вот, вот вешайте. Во! Отлично! Крученок вообще. Вот так, кстати, пасту макароны можно хранить неделю дома. В висячем положении. Ну, не в висячем, конечно, они чуть-чуть подсохли, потом в пергамент или обычную газету, и 500 дней она как бы держится. Сюда ползет сейчас это. Да, да, да. Ярослав, смотрите, когда туда ползет, вот, 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 двигайте. Да, все, я понял. Крутите, крутите, крутите. Могу крутить, да? Да, да, да. Еще тоненьше. Да, смотрите, ну, чтобы, как бы, сейчас вот уменьшаем, вот так вот расстояние между главными. Все, я понял. Что-то у вас плохо получается. Я уже почти все томаты порезала. Сейчас. Ален, скажи, пожалуйста, а ты дома готовишь? Да. Какое твое любимое блюдо? Вот коронное, которое лучше всего у тебя получается. Наверное, это сырный суп. У меня близкие мои очень любят, что я его готовлю. Это такой суп-пюре. Да. Давай. Опа! А кто вас готовит, Ростов? Ну, сказал, что он. Нас, по самом деле, дома практически сейчас не бывает, поэтому... А, повар готовит. Я понял. Все, Наташа. А ты можешь порезать помидоры? Не надо больше помидоры резать? Пока нет. Может, маслин порезать? Да, вот, давайте маслин пополам. Наш спонсор Еленский пищевой кабинет. Еленский. Мясо, что надо. Так, да? Пополам. Ну, вдоль. Пополам. Поперек. Пополам. Пополам, может быть, и так, и так. Ну, пополам. Вы издеваетесь, да, я понимаю? Я просто попросил пополам. Короче, я сейчас через одну нарежу одну так, другую так. А, вот это новый метод. Это новый метод. А если вот не музыка, чем бы ты занималась еще? Я бы, наверное, все-таки работала с детьми. С детьми? Да. Ну, в каком плане? Воспитанием или как? Ну, да, что-то такое развивающее. Нет, именно развивающие какие-то занятия для детишек. А что касается призового фонда, если ты вдруг выиграешь 500 тысяч рублей, на что ты их потратишь? Вы знаете, я очень хочу сделать сюрприз своим родным и близким, но не буду этого озвучивать, пусть это останется пока небольшим секретом. Пускай это будет сюрпризом. Да, пускай для них будет сюрпризом, да, опять-таки. У нас, в принципе, смотрите, уже вот макароны, вот чем отличается домашняя паста от, ну, этого, из коробочек? Из коробочек варится 8-10 минут, представляете, драгоценного времени, пришли с работы. А это 3 минуты, и все уже сварилось. А давай знаешь как, чтобы тебе долго не думать, вот какую-то сольную песню сегодня будешь петь, и давай ее напоем. Потихонечку. Сейчас все тайны раскроем. На самом деле, у меня есть любимая песня, которая, в принципе, да, всегда, я обожаю творчество Макса Фадеева, и безумно люблю песню «Танцы на стелку». Показывай, вот так вот. Ага. И сюда. Выглядит уже вкусно, я хочу вам сказать. Ну да. Подождите, когда мы это доделаем, будет еще вкуснее. Надо поднимать высоко, чтобы вот никого не… Вот поднимать высоко? Да, поднимайте высоко. Я умею. Да, и я вижу. Я вижу. А вот что касается брать высоких нот, у меня не получается. Ооо. Давид, а паста – это же итальянское блюдо. Итальянское. Паста макароны, если это тогда международная, если паста макарон. Вот я вот, кстати, очень люблю путешествовать и очень люблю пробовать различные блюда в разных странах. Ален, мне кажется, пока мы с тобой общались, они там уже все приготовлено, да, Давид? Готово? Да, уже все готово. Ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Художник должен быть голодным, поэтому мы будем пробовать, когда ты будешь петь песни. Ты согласна? Конечно, согласна. Ну а пока мы будем наслаждаться этим замечательным блюдом, вы будете наслаждаться замечательным бокалом Алены Ведениной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Больше не вернусь Танцы на стеклах, танцы не для слабых Танцы без правил, я так не смогла бы Танцы на стеклах, танцы не для слабых Танцы без правил, я так не смогла бы Танцы на стеклах, танцы не для слабых Танцы не для слабых Помидоры резали вы, а я ничего не делал уже. Я только включал и выключал плиту, поэтому готовили вы. Вот так, выше, выше, выше. А для чего надо поднимать выше? Чтобы не испачкать тарелку. Всего-то лишний. Ну, конечно. Шоу, народный махар! Паста помидора. Помидоры сладкие, 5-6 штук. Петрушка, 20 грамм. Маслины, 50 грамм. Масло оливковое, 50 миллилитров. Чеснок, 2 зубчика. Сыр моцарелла, 125 грамм. Соль, перец по вкусу. Тесто для пасты. Мука мелкого помола, 500 грамм. Яйцо куриное, 5 штук. Вымесить в плотное тесто. Дорогие друзья, в этом году Ярославу 35. И этот праздник я хочу разделить вместе с вами. С большим удовольствием приглашаем вас в Века Сити Холл, 17 октября. Билеты скоро в продаже. Подробности на моем официальном сайте ярослав.су. Буду рад встрече. Шоу, народный махар! Круто, Ален, молодец. Соскучилась я по твоему вокалу. Спасибо большое. Надеюсь, нашим зрителям понравилось тоже. И они отдадут свой голос за тебя на нашем сайте mahor.ru. Да, заходите, голосуйте, будьте активными. Не устраиваю напоминать, что сам активный из вас получит от нас подарок. От проекта «Народный махар». Ну, Ален, и для тебя подарок от нашего партнера постоянного. Ты знаешь, что это такое, догадываешься. Не раз имела с этим дело и тоже дарила нашим участникам, когда-то была вместе со мной ведущей. В общем, Еленский пищевой комбинат. Это для тебя. Спасибо большое, ребят. Действительно, спасибо вам, что пригласили. Очень рада была вас видеть. И мы тебя очень рады. Надеюсь, что будем теперь видеться чаще. Заходите к нам на огонь. До свидания вам и всего хорошего. Оттачивай свое мастерство в кулинарном искусстве. Теперь ты знаешь, как готовить самую вкусную пасту. Да. Это сказала Наташа. Серьезно, подумай об этом. Да, спасибо. Все, пока-пока. Пока. Пока. Всем кайфа, это слово знакомо нам с давних пор. Всем кайфа, это новый сезон. Шоу «Народный махар». Шоу «Народный махар».